Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим невидимый метод набора петель с использованием дополнительной нити. Нам потребуется нить двух разных оттенков, а также две спицы. Приступаем. Желтая пряжа это пряжа основного цвета. Из нее мы выполняем скользящую петлю. Для этого складываем ниточку вот таким образом и в то колечко, которое получилось, протягиваем рабочую нить. Получилась петля. Ее одеваем на спицу. Хвостик нашей основной нити, а также хвостик дополнительный, мы располагаем в правой руке. Нити на левой руке располагаем следующим образом. Дополнительная нить у нас идет на большом пальце левой руки, а основная на указательном пальце левой руки. И теперь выполнение самого набора петель. Заводим спицу, захватывая дополнительную ниточку, вот таким вот образом. Отводим в сторону, захватываем нить, которая идет с указательного пальца. И получилась вот такая петля. Следующую петлю выполняем, набрасывая нить с указательного пальца. Снова заводим под нижнюю часть дополнительной нити, отводим в сторону, захватываем основную ниточку, выполнили петлю и снова набрасываем нить с указательного пальца. Мы чередуем, и когда мы выполняем петлю, захватывая нить с большого пальца, наша петля получается как лицевая. А когда мы набрасываем ниточку с указательного пальца, наша дополнительная нить создает вот такую перемычку, и петля выглядит как изнаночная. Снова за нить с большого пальца, затем захватываем ниточку с указательного. Получилась петля, и набрасываем с указательного. Продолжаем необходимое количество раз. В данном наборе, в зависимости от того, какое количество петель вы хотите набрать, ваш набор может закончиться накидом. Тогда для того, чтобы продолжить работу, вы перекрещиваете ниточки, работу переворачиваете, и начинаете вязать. В нашем случае, набор петель заканчивается лицевой. То есть, мы заводим под дополнительную нить, захватываем основную, и мы набрали необходимое количество петель. Теперь мы работу переворачиваем, и мы должны с вами провязать 4 ряда следующим образом. Кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. Сняли. Теперь петля, которая у нас получилась как лицевая, провязывается лицевой за переднюю стенку. Провязали. А изнаночная петля снимается, не провязывая, при этом нить перед работой. Перенесли ниточку перед работой, и сняли нашу изнаночную петлю. И таким образом. Следующая петля лицевая. Далее изнаночную снимаем, не провязывая. Так выполняем до конца ряда. Изнаночную сняли, не провязывая. Кромочную в конце ряда выполняем изнаночной. Провязали. Работу переворачиваем. Кромочную петлю мы снимаем. И выполняем точно так же. Лицевую петлю мы провязываем лицевой за переднюю стенку. А изнаночную снимаем, не провязывая. Лицевую за переднюю стенку. Изнаночную снимаем, нить перед работой. Лицевую за переднюю стенку. Изнаночную снимаем. Лицевая. Изнаночную снимаем. Кромочную провязываем изнаночной. Выполнили второй ряд. Работу переворачиваем. И провяжем еще два ряда. Кромочную снимаем. Лицевая за переднюю стенку. Изнаночную снять, не провязывая. Нить перед работой. Изнаночную сняли. И закончили кромочную, провязав изнаночной. Переворачиваем работу. И выполняем точно так же последний ряд. В данном способе набора петель необходимо провязать первых два или четыре ряда. Провязали кромочную изнаночной. Теперь нашу дополнительную ниточку мы можем просто вытянуть. И у нас получился вот такой наборной край. Его часто называют невидимым. Видно хорошо чередование лицевых и изнаночных петель. Вот лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И очень часто этот метод набора используется для вязания резинки один на один. Я желаю вам творческих успехов. Спасибо. 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 Спасибо.